Сейчас мы сделаем одно маленькое упражнение финансовое. Составляем списочек, даю буквально пару минут. Некий финансовый план на два года. Даже не план, а такие наши финансовые мечты, финансовые пожелания. Ну не такие, там свой самолет, там Боинг, яхту. Или там особняк, пять этажей вниз, два этажа снаружи, чтобы никто не увидал. Но что-то такое глобальное, то, что вам нужно, но как-то трезво. Но все-таки я не считаю, что это прям супер как тяжело и невозможное, недостижимое, скажем, двухкомнатная квартира или трехкомнатная квартира, скажем, в старом фонде. Или, например, не хватает у вас веры и воображения на это, ну пусть это будет двухкомнатная квартирка в корабле. А вы сейчас, например, ютитесь втроем в одной комнате, или вчетвером в двух комнатах, или там еще как-то. Или у вас соседи кошмарные за стенкой, или вам 32, а вы живете с мамой. Нужно написать, что через два года мне бы хотелось сделать какие-то серьезные приобретения. Например, квартиру такую-то, да, примерно по такой-то цене. Ну то есть без сумасшествия, да, понятно, что я сейчас напишу себе за 200 миллионов евро, мне нужна трехуровневая квартира. Ну, неадекватные цели. То есть такие, знаете, труднодостижимые, но все-таки реальные цели. Ведь это же не супер там какая-то мечта, да, просто жить нормально и иметь отдельную комнату. Так напишите дальше. Вам хотелось бы обновить гардероб. И вы примерно представляете, ну не нужно вам 100 пар обуви, ну в общем-то базовый гардероб иметь, 2-3 пары обуви, новенькие, хорошие. Сумма, на которую вы бы хотели освежить гардероб, или у вас все супер с гардеробом, но вам не хватает профессионального оборудования. Например, вы массажист, у вас есть свой кабинет, и вам давно бы хотелось, скажем, приличный массажный стол какой-то, да. Или, например, вы работаете, делаете педикюр, маникюр, но вам не нравится то кресло, в котором вот у вас клиентов вы принимаете. Или вам хочется ремонт освежить, или новые цветы посадить, или там, я не знаю, переехать в другое помещение. То есть вы представляете, что вот вам нужна вот некая вот сумма вот на это, так? Вы это пишете, вам что-то нужно поменять в плане здоровья, какие-то расходы идут, да, то есть вам нужно решить вопрос со стоматологией. То есть у каждого свое, что ему необходимо, кому-то для детей что-то нужно, какое-то образование нужно оплачивать, там, не важно, за границей, или здесь глобальные вещи, которые вот хочется и колется. То есть вы, они, они приходят в голову вам, приходят, но вы как-то так, ну да, как бы, ну вот реальность, она вот другая. Машину вам хочется, да, не Рено Логан, мечта неудачника. Я, нет, нормальная машина, но вот этот значок, понимаете, вот что-то надо менять, мне кажется, вот эта дыра, вот эта вот. Вот, ну, я вообще машину, считаю, надо по значку выбирать. Итак, вы составляете список крупных покупок глобальных, то, что вам действительно нужно. Вот сейчас мы не подвергаем это сомнению и критике, неважно, вы хотите с любимой женщиной поехать на Мальдивы, ну вот вам уперлась, вам просто нужно эти 500 тысяч, вы хотите, вот хотите просто взять их и спустить. Напишите туда 500 тысяч Ре, вам хочется купить антикварный стол, ну вот хочется вам, и вам нужно 100 тысяч, напишите это. Вам хочется подарить любимому человеку кольцо, оно стоит там еще какое-то, напишите это. Вам хочется просто подарить племяннику машину, сколько она будет стоить, напишите. Вам хочется открыть свой цветочный ларечек, вы посчитали там, вот нужно какой-то... Или купить барную стойку для своей кофейни, я не знаю, что это, напишите это. И рядом примерную сумму, там не надо до копеек, но вот примерную. Нет, если все есть, это не значит, что надо сидеть и высасывать из пальца. Надо просто сидеть и думать о других уже сферах, как мне жить, на что потратить уже то, что есть. Потому что смысл жизни не заключается в том, чтобы вечно бежать в гонках зарабатывания. Жить-то когда? Переезжать все из одной квартиры в другую? Что? Дом на реке, мало надо, дом у моря, дом у океана и дальше дом на луне. А жить когда? Кто-нибудь есть, кто уже составил список? Похлопаем Татьяне, она смелая очень женщина. Двухкомнатная квартира в старом фонде на метро Лесная. Цифру говорить? Пусть так будет. Амини, Аллилуйя, сколько там сумма? 10 миллионов? Нет. Нет? 6? 3 500. Сколько? 3 500, да? Протезирование зубов, кстати, вот это 200. Поездка в Италию это 70 и оплата обучения 250. Ну это самое интересное. Это естественно все сбудется, блэс, блэс, блэс. Все, что вы написали, оно просто сбывается и материализуется. Ну, хорошо. Похлопайте еще раз. Теперь, что мы делаем? Мы складываем вот эти суммы вместе и получаем некую большую сумму. Давайте сложим и хотя бы примерно, сколько там у вас миллиончиков получилось? Или сотен тысяч? Сложите. Это, так скажем, экстра расходы. Это не связано там с едой, ежедневными затратами. Это такие вот наши расходы дополнительные, да? Посчитали? Сколько у вас получилось? 3,5 миллиона рублей. Скромняшка. Так это мне нужно к вам на тренинг ходить. Молодец. Зачем нам нужна эта сумма? Второе, что мы считаем, и мы прям на глазах приближаемся к нашей мечте. Посчитайте сейчас базовые траты в течение месяца. То, без чего вы прожить, ну никак не можете. Вот смотрите, что у нас получается. Все деньги, которые человек куда-то девает, скажем так, платит различным людям, куда-то вкладывает, как-то ими там обращается, дарит. В общем, оперируют, да? Их можно разделить глобально на активы А и пассивы П. Вот это очень важная информация. Пассивы, это те денежные траты, те операции, когда деньги от вас уходят, и больше они никогда к вам не вернутся. Ну просто никогда. Вот вы заплатили стоматологу, все, до свидания, эти 20 тысяч. Вы заплатили таксисту, все, эти полтора тысячи уплыли, они не вернутся к вам. Это расходы на что? Подсказывайте из аудитории. Точно, еда, нельзя же только одним духом с этим питаться. Дальше. Коммунальные платежи еще. Проезд, бензин, обучение, сотовая связь, одежда, еще интернет. Дальше. Отпуск, дальше. Подарки, незапланированные расходы, случайные, да? Точно, аптека, дальше фитнес, спорт, еще хобби, дети, еще кафешки, посидеть красиво, да? Радости, удовольствия, развлечения вот здесь. Ну и так далее. Ставим здесь многоточие. Вот это все и есть пассивы П. Единственная операция, которую совершает неудачник финансовый, голодранец, это фактически вот все 99% его действий, связанных с деньгами, это действие под названием «прощай деньга». То есть он раздает деньги с утра и до вечера, платя различным людям. И при этом у него только один канал поступления денег. Например, зарплата или пенсия. Представляете, какой кошмар, да? То есть один канал поступления, или родители передают студенту, или это стипендия, или какое-то пособие по безработице, или на бирже труда вот люди получают, или еще к пенсии свои бабушки присосутся. Вот это очень плохо, когда канал поступления один, а раздача вон сколько. Здесь я нарисую капельку, это будет у нас финансовое кровотечение. Запомните, пожалуйста, если вы сплошь облеплены пассивами, и у вас только один актив, нужно менять эту ситуацию и создавать несколько источников дохода. Должен какой-то процент быть от ваших усилий, какие-то дополнительные источники, иначе вы очень рискуете. Пожалуйста, составьте список неизбежных расходов. Ну вот никак не получается заплатить за комнату, которую вы арендуете, 10 тысяч рублей, на косметику 700 рублей, там на шампунь элементарно тупо, да? На транспорт 5 тысяч, на подарки, там еще на что-то, на спорт. Это если еще вы не болеете глобально, если вас не разбила какая-нибудь хрень серьезная, когда с утра до вечера качайте туда деньги. И те расходы, которых, ну вот не избежать, в случае, если ничего ужасного, типа ДТП, не произошло. Просто неизбежный минимум, напишите. Есть ли тут люди, которые знают, сколько в месяц, они уже считали, прикидывали экономику, сколько в месяц минимум им нужно, чтобы продержаться на плаву, не покупая мебель, гардеробы? 55. Какие еще есть версии? 103. Еще. 240. Сколько? 60. Итак, 50 тысяч рублей вам нужно просто ежемесячно раздавать, чтобы не протянуть ноги, не отбросить коньки. А теперь мы делаем следующее. У вас была там сумма. 33 лимона. Так, я это запомнила. 33 ляма. Нужно разделить на 2 года. Мы считали, да, в перспективе 2 лет. И на 365. Вот сколько в день у вас должен быть экстра доход, экстра, да? Если, например, вы живете, ну, скажем, ладно, 60 для простоты, да, напишем. 60 тысяч в месяц вы зарабатываете. Вы имеете возможность тратить 2 тысячи рублей в день. То есть ваш доход составляет 2 тысячи рублей в день. А если 33 миллиона разделить на 2 года и разделить на 365, сколько в день получается? 45 тысяч. Таким образом, я считаю, что нужно рассчитывать свой доход на один день. не мой доход в год. Или там через 5 лет я хочу отложить миллион евро. Нет, подожди, сколько ты должен зарабатывать в день, чтобы... И вот там у вас список купить квартиру, обновить гардероб, вылечить зубы, съездить на Мальдивы. Сколько в день ты должен зарабатывать? И вы видите, что, ага, на сегодняшний момент я зарабатываю 2 тысячи в день, 5 тысяч в день, 10 тысяч в день, а запросы у меня, причем не такие какие-то сумасшедшие, а ну, просто чтобы уровень жизни улучшить, таковы, что мне нужно еще дополнительно повысить свой доход и откладывать 40 тысяч рублей. Да, это немножко шокирует, когда ты с этой мыслью впервые сталкиваешься. 40 тысяч в день. Вот представьте, это звучит бодряще, да? Для того, чтобы купить квартиру трехкомнатную на Петроградке через пару лет, мне надо откладывать 30 тысяч в день. Бодрит? А не так, что, господи, пошли мне через пару лет квартиру. Давайте вот немножко до вас докопаемся. Как вас зовут? Полина. Похлопаем Полине, вот выходите сюда. Полина, два слова, чем занимаетесь, в какой сфере трудитесь? Расскажите народу, как вам удается зарабатывать 420 тысяч в месяц? Тружусь в строительной сфере. Я совладелец строительной компанией. Чуть-чуть поближе? Да. И еще немножечко в бухгалтерской. Расскажите, с чего начали. Вот просто маленькую, коротенькую, трехминутную историю вашего результата. Успеха. Я родом из села Русско-Высоцка, это Ленинградская область. Вот, получила высшее экономическое образование. Поближе чуть-чуть, микрофончик. Ага. Начинала работать продавцом, потом кассиром, потом поняла, что меня это не совсем устраивает. А что продавали? Где продавцом работали? Продавала обувь в магазине ЭКО. И сколько там платили за продажу обуви ЭКО? Порядка 40 тысяч я получала. Да. Как продавец. По ночам работала. Училась и работала по ночам в обычном магазине 24 часа. Вот. Там была не очень большая заработная плата. В какой-то момент я поняла, что мне надоело снимать жилье. Я хочу свое жилье. Мне очень некомфортно. Вот. И я стала думать, что мне делать. Нужно делать что-то свое. Чтобы делать что-то свое, нужно что-то хорошо уметь. Пошла к человеку, который меня может научить. Пошла к нему на работу. Проработала у него 8 лет. И после этого открыла свою организацию. Которая занимается минимизацией расходов на налоги. И 2 года назад открыла параллельно строительную организацию. Которая тоже приносит на сейчас дополнительный доход. А что строите, Полина? Строим морги, больницы, детские сады, торговые центры. Интересный проект морга. Я никогда не думала, что морг это так интересно. А что там интересного? Расскажите. Два слова. Технологическая логистика. Расскажите. Как входят трупы и как выходят. Рассказывайте. Мы ничего не знаем про это. Нет, на самом деле я вообще всегда за то, чтобы немного расширять кругозор. На входе, когда поступают тела, они должны продвигаться на несколько входов. Вот. Есть несколько входов. Есть технологические помещения. А почему на несколько входов? Почему не на один? Не задавала вопросов. Витя глобально мыслит, как мужчина. Да. Есть несколько выходов. Потому что отдавать их нужно в определенное время определенному количеству людей. Поэтому выходов больше, чем входов. Внутренние помещения, они тоже имеют градацию, имеют технологические особенности, как должны проходить там сливы, стоки, какие-то электрические подводки. Вот. Тоже очень интересно. Никогда не думала, что такое может быть. Когда проектировали, не приходили мысли, что однажды... Я была в Екатеринском, меня это поразило. Вот. Поэтому я, когда думала об этом, я представляла, как это выглядит уже изнутри. Вот. И как это можно сделать, ну не то чтобы поинтереснее, но поприятнее хотя бы. Смотрели фильм «Усопшие»? Нет. Посмотрите, это как раз по вашей специальности будет новый. Запишите, пожалуйста. Нет, это шикарный фильм. Вы что, товарищи? Фильм «Усопшие». Показан один человек в Японии. Там, знаете, если работу потерял, можно все просто с харакири себе сразу делать. Там считается, что ты должен одну работу работать всю жизнь. И если ты учился в одной сфере, работаешь в другой, ты полный конченый неудачник. Парня, он теряет работу в оркестре. И все, все это означает, что конец. Его просто никуда не берут. Просто никуда. И он устраивается работать к человеку, который готовит тела в последний путь. И там вот показано, как одна часть людей относится неуважительно к покойникам. Знаете, как к биоматериалу. А у этого человека, которому устроился работать, была культура отношения к мертвецам. Такая, что вот он относился иначе. Он относился иначе и относился уважительно, относился с трепетом. И он обучал его самым невероятным вещам. И там показано на контрасте, как относятся одни и как относятся другие. Вообще, это я вам просто за травочку говорю. Фильм очень необычный. Ушедший, я прошу прощения, не усопший, а ушедший он называется. Полина, ну вы очень необычный человек. Вот идите сюда. Вообще, мне нравится видеть людей, которые хорошо зарабатывают. Я понимаю, что там есть люди, которые над нами сейчас смеются, смотрят. Думают, фу, у меня там 400 копеек в месяц. Это все понятно. Но человеку много не надо. Девчонки, я желаю всем вам в течение двух лет, чтобы вот эта вот аура результатов и успеха, и позитива, и жизненной энергии Полины, она коснулась немножко всех вас. И вы спокойно могли сказать, да, я зарабатываю там 400-500 тысяч в месяц. В общем, мне хватает. От таких людей обычно вот веет какая-то здоровая энергетика. Они позитивные, они с юмором. Энергии присутствуют. Вот видите, то есть жизнь есть движуха, то есть Полина ходит быстро. Она аккуратненько выглядит. Видно, что одета просто, но со вкусом. Зачем нужны такие люди нам в аудитории, девочки, чтобы видеть это возможно? Похлопайте, пожалуйста, Полине. Спасибо. Почему некоторые люди ставят какие-то заоблачные цели, неадекватные? Вот в книге как раз «Работа, деньги и любовь» целую главу я посвятила структурированию видов целей. И одна из разновидностей вот этой классификации есть адекватные и неадекватные цели, которые проще всего иллюстрировать на примере денег. Что такое адекватная цель в денежном плане? Давайте запишем, что вот когда человек ставит себе финансовые цели плюс 10-15% по сравнению с тем, что было 20% в прошлом месяце, скажем, вы зарабатывали 30 тысяч, вы можете заработать, у вас какой-то процент, вы торгуете мебелью, кухнями 35 тысяч рублей. Вы зарабатывали 40 тысяч, вы можете выйти на 50, вы зарабатывали 100, вы можете выйти на 120-130. Но если вы зарабатывали 40 и говорите, так, в следующем месяце я хочу 200, ну, скорее всего, не получится, потому что человек верит с оглядкой на прошлое. Если ты был в прошлом месяце жирной личинкой, ну, вряд ли через три дня или там через месяц у тебя будут здесь кубики, понимаешь, бицепсы, трицепсы, плоские там живот и выпуклая попа, вряд ли. Когда моего папу спрашивают, а сколько вы кладете сахара в чашку, вам сколько положите, Евгений Сергеевич? Он говорит, когда жена видит, две, а когда не видит, четыре. И если другие делают заначки денег, он делает заначки сыра и так далее. Только ты на секунду отворачиваешься, уже идет Евгений Сергеевич с кока-колой, понимаете? Уже он ее не только успел купить, уже и выпить успел. И вот они с котом, Масенькой, по ночам всегда ходили к холодильнику вместе, пока Любовь Васильевна спала, воспитана крепко. Евгений Сергеевич с Масянечкой, они вот, там, кстати, есть в книге «Работа, деньги и любовь», есть фотография. Папа написал стихи, это, видимо, от него у меня дар, стихосложение. А стихи эти следующие. Кот прожил 21 год. У меня есть кот, я его люблю, я ему живот пальцем надавлю. Так вот, что-то я не поняла, где аплодисменты. Плюс 10-15 процентов, товарищи, 10-15 процентов к тому, что было. И постепенно вы, без надрыва селезенки, не надо похудеть к лету на 100 килограмм. Так вознесешься ты, конечно, потихонечку, потихонечку, чуть-чуть, чуть-чуть, и там тельца привыкает, кожа как-то подтягивается. А то похудела, кожа вся упала на пол, надо собирать, на голове завязывать, как в том анекдоте. Ой, какой у меня носик смешной, посмотрел, что у тебя вместо галстука висит. Вот если резко худеть, понимаете, оно вот как-то не очень все это, не надо ничего делать резко, товарищи. Нужно подготовиться, собраться, и вот у вас все должно получиться. Плюс 10-15 процентов. Поэтому работу нужно выбирать, на которой есть хоть какая-то возможность финансового роста. Если вам не предлагают никакой процент продаж, ну, трудно каким-то образом влиять на ваш доход, получается. Итак, закон одного дня, запишите, пожалуйста. Однажды села я анализировать всякие штуки, еще молодая была, в коммуналке жила. Думаю, а как человеческий мозг работает, и он некоторые мечты превращает в вполне себе реальные вещи. Ведь для этого нужны и средства в том числе. Оказывается, что еще Петром Анохиным в 70-е годы был описан АРД, акцептор результата действия. То есть некая нейронная модель, когда нервные клеточки в голове складываются в какую-то временно существующую цепь, и возбуждение по ним бегает. Я представила, как я глажу кошку, у меня там нейронная модель сложилась, я протягиваю руку, и кошка вдруг шипит или там царапается и убегает. То есть у меня несовпадение той картинки, что я нарисовала, и той, что я получила. Эта дельта-разница создает дискомфорт, который заставляет меня что-то делать с этим. То ли бежать эту кошку ловить, то ли хватать другую ее, тискать, то ли завести свою, которая будет все время совпадать. То есть у нас на этой разнице то, что я хочу, и то, что у меня есть. На этой разнице у нас возникает мотивация что-то делать, как-то двигаться. Представляете, то есть все, что пришло в мою голову грешную, оно уже в каком-то измерении существует. Ведь кто из вас летал во сне? Вы же знаете, какое это реальное ощущение. Ты поднимаешься над землей, ты летишь, ты боишься, что тебя несет найти провода. То есть я не знаю, как у вас, а я вижу, эти крыши меня несет. Я понимаю, что если сейчас начну бояться, я резко падаю, начинаю терять высоту. Я должна веру свою сразу мобилизовать и подняться, и лететь над этими проводами. То есть где-то в каких-то измерениях все, что вы придумали, оно уже в реальности существует. Только нужно это взять. Тут я подумала, все, что пришло мне в голову, уже реально. Нужно просто сделать шаги. Как? И оказывается, что эффективно действующие люди, они мыслят сзаду наперед. То есть вот они нарисовали себе некую там квартиру, там, не важно, там, самолет, бизнес. И они от конца к началу вот эти шаги, что надо сделать, и начинают просто тупо это делать. Тут я прочитала тогда про мозговой штурм МШ. Очень похожая на самом деле история с акцептором результата действия. Мозговой штурм длительное, сосредоточенное, размышление о задаче, какой бы то ни было. Это могут быть десятки лет, это может быть год, месяц, неделя, или несколько часов, или несколько минут. Главное, чтобы мысль была активной. А. Мысль должна быть активной, и она кардинальным образом отличается от пассивного потока мыслей. Что такое пассивный поток? Ой, туалетная бумага кончилась, надо купить. Что-то крышка какая-то облезлая, цветочки хорошие. Интересно, сколько может стоить эта электропианино? Пятно на желтой кофточке вижу. Рано еще янтарь девчонке носить. Любая хрень, которая в голове. Глаза красивые, улыбка располагающая. Ну просто любое. Поесть хочу. Это вот знаете некие сигналы в мозг, которые как анализ ситуации вокруг. Вот что вижу, о том пою. И пассивным потоком мысли заняты мозги почти у всего населения перманентно всю жизнь. И вот эта гениальная, великолепная вообще вселенная в черепной коробке. Вот это, этот мозг, имеющий два глаза, эти вестибулярные аппараты. Это все только для того, чтобы пожрать, посмотреть дом 2 и почистить горшок. Хотя, конечно, это надо делать, но есть спать и покупать в этом смысл жизни. А потому что большая часть мыслей граждан это пэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ своего и завидовать молодым. Я за молодых так радуюсь, сказали вы, а у самой в голове жест отрицания. Я вообще зануда. Не прощайте внимания. Я тут развлекаюсь. Вы заметили. Активная мысль. Что это такое с ручкой и бумагой? Вот когда я сижу и думаю, как заработать миллион завтра. Вот надо. Пример. У меня были клиенты муж и жена. Молодые люди. Они пришли на тренинг с ребенком. Не помню точно сколько. Мальчику было, кажется, 8 лет. Его залечили тетрациклином и он оглох на оба уха полностью. Говорил он не очень хорошо. Врач сказал, что если не установить имплант и не начнет работать хотя бы как-то, ребенок скорее всего перестанет вообще говорить. Потому что не все у нас, как Елена Келлер, способны с помощью осязания научить себя чему-то. Им поставили задачу. Если вы в течение там, скажем, пары месяцев находите возможность из Европы привезти импланты, мы сказали откуда. Там все это достаточно нелегально. Далее контакты врача, который здесь возьмется, установить. Там шло внедрение очень глубоко во внутреннее ухо. Подпишите документы, соответствующие о том, что вы с рисками ознакомлены. При внедрении один слуховой нерв может окончательно погибнуть. Тогда пойдем на второе ухо. Терять, собственно, нечего. Сам имплант на тот момент стоил там в районе 20 тысяч долларов или евро. Не помню. В общем, какая-то сумма для этой семьи неподъемная была. Они жили в съеме и работали в офисе. В одном и том же бизнес-центре. За операцию там в районе 6 тысяч. И за доставку еще десятка. Ребенок уже все хуже и хуже говорит. Вот просто он начинает молчать. То, что он не слышит, что он говорит. И у него вообще довольно подавленное состояние. И вы представляете себе, вот на этой панике эта молодая семья за месяц умудрилась найти необходимую сумму. Это просто невероятно. Просто что они только не вытворяли. Например, женщина немедленно уволилась. То есть она поняла, что все, она ничего не может сделать. Ничего. Нужно вначале просто привести в порядок дом. Мне просто депрессивно. вымою-ка я окна. А пока я их мою, я буду о чем-то думать. Я что-нибудь придумаю. Что-нибудь придумаю. И она мыла окна в этой съемной квартире. И вдруг ее осеняет. Так. Я буду находить женщин, которые моют окна и буду давать везде клеить объявление мойка окон, мойка окон, мойка окон. Тысяча рублей за окно. Я не знаю, то есть в меня что-то вселилось. Я напечатала кучу этих объявлений. Ходила, клеила, как больная. И там две девчонки говорят, мы готовы. Вы нам будете больше платить, вызвала несколько поговорить на собеседование. И что она делала? Она утром раздавала, звонила, то есть ей обращались. Она раздавала заказы. Девчонки эти мыли. Она вечером ездила, собирала деньги, давала им зарплату. Те просто в полном шоке счастливые. Пригнали ей еще там целый батальон этих мойщиков окон. Я не помню, чем занимался муж. Он тоже поменял работу. И за месяц они полностью собрали нужную сумму. Привезли этот имплант, сделали операцию. Один нерв погиб. Они пошли на второе ухо. И ребенок заговорил. И вот эта женщина мне сказала, я ее помню, потому что она мне подарила маленькую глиняную таксу. Маленькая глиняная такса была зеленого цвета с голубыми ножками. И она у меня довольно долго стояла в шкафу. Потом при одном из переездов она потерялась. И она сказала, вы знаете, если бы не этот случай, наш ребенок не получил бы вообще и десятой доли того внимания, любви, заботы и развития, которые мы были вынуждены ему были дать, чтобы спасти речь. Я вспомнила эту историю. И для того, чтобы вам сказать, что иногда на нас действуют только отрицательные цели. К сожалению, когда до мокла в меч висит, когда пришли имущество отбирать, когда судебный пристав в дверь стучится, когда рак обнаружили, срочно нужно там какие-то... Ой, боже мой, какие таланты у человека обнаружатся. Я очень хочу, чтобы вы не были тем человеком, которого жизнь под задницу пинает, только чтобы он что-то делал. Это отрицательные цели. Напишите, ставить положительные цели. Потому что если ты не будешь ставить себе цель до того, как тебе судьба под задницу пнула, вот именно жизнь тебе и даст такой пендель, когда ты будешь просто вынужден, вынужден шевелиться. Субтитры создавал DimaTorzok